Слушай, ну так интересно, вот мне звонят, ну, участница школы Человек Будущего, Homo Futurus, ну ты посмотри, а. Полтора года, полтора года занимается ключом, всё ей помогает, замечательно, она наш большой друг, она всё время пишет там хорошие, ну, короче говоря, ну, очень хороший человек, да. Ну, при этом друг звонит и говорит, можно с вами посоветоваться, пожалуйста, вот у меня, говорит, три дня сна нету, нет сна и всё, хоть убейся, я всё делаю, и уши разминаю, как вы учили, и точку нажимаю, как вы учили, говорит, и здесь нахожу, говорит, точку тоже разминаю, да, и что ты ещё делаешь, я спрашиваю, синхрогимнастику делаю, по минуте делаю несколько раз здесь. Он говорит, слушай, когда тебе плохо, я сказал по телефону, когда тебе опять настигнет стресс, хоть через пять лет, хоть через десять лет, я же говорил вам, разгрузку сделайте, восстановите баланс, а потом одна минутка поддерживайте у себя, синхрогимнастикой по методу ключик. Как же я забыл, ну да, я говорю, слушай, ты помнишь, как разгрузку делать надо? Да, помню, ты помнишь принцип подбора путём перебора? Да, то есть ты берёшь только то повторяемое действие, которое ты можешь делать бесконечно, совершенно легко и свободно, как бы по зелёной зоне, то есть по критерии минимального усилия, по скорости автоматизации начатого действия. Хоть шалтай, болтай, как дети делают, хоть плавательное движение, хоть дирижирование, хоть стой вот так у стола качайся, хоть на стуле сиди, ногой качайся. 15-15 минут хотя бы сделай, но это доза. Когда ты минутные делаешь, это 50 грамм для храбрости, образно говоря, потому что эндорфины включаются, это внутренняя аптека включается, самолечение организма включается, самоисцеление души и тела. А когда ты делаешь больше дозы, это уже бутылка, ты делаешь больше, а для этого надо принцип подбора путём перебора, чтобы ты подобрал о себе индивидуальные повторяемые действия, именно совершенно свободные, которые ты можешь делать дольше. Ну ты же не можешь делать хлёст, например, там, где мы делаем для снятия нервно-мышечных зажимов, там, где мы стимулируем лёгкие для того, чтобы больше кислорода поступало, верхушки лёгких сходятся, расходятся, шейно-грузбной отдел там разгружается, воротничковая зона. Ты же не можешь это 15 минут делать, конечно. Значит, вот это же проще, проще. А вдруг у тебя там спина болит, значит, трудно это, значит, надо подобрать себе другое. Ни одной практикой нашей по ключу, как и вообще духовными практиками в мире, ни в коем случае нельзя заниматься через силу над собой. Это путь к свободе, путь к самому себе. А там ты внутри творец, там тебе хорошо, поэтому, когда ты ищешь, как тебе сделать работу легче, ты выходишь на самого себя, на свои таланты, скрытые способности, потому что там тебе легче делать, там, где тебе природа помогает, твоя генетика помогает. Поэтому, когда ты идёшь по пути, где тебе легче, ты приходишь к себе. Это большое научное открытие, потому что нас никогда не учили таким принципом, делай, как легче. Нас всегда учили, учись преодолевать трудности. Ну, понятно, это смотря какую высоту брать. Если ты хочешь взять очень большую высоту, надо идти как легче, то есть идти к себе. А если можешь небольшие высоты, тренируй вот так просто, исполнительские качества, степ-бай-степ, шаг за шагом, ну, как обычные практики, тренинги, там, месяцами занимаются. А мы же занимаемся для того, чтобы ты мгновенно, в любых условиях, когда нет никаких тренеров, когда нет никаких спортзалов, когда нет никаких фитнес-всяких тренажёров, Когда ты один на один сам с собой, в этот момент у тебя будут и ключевые идеореприкторные приёмы. Это действия, которые в ответ на образ вызывают автоматический рефлекс. Ну, если это будет, например, образ Бимона, у тебя автоматический свина рефлекса. А это если образ движения, палец, например, с моторным компонентом, у тебя будут идиомоторные движения. Или это разгрузка, повторяемое механическое, тупое повторяемое движение, которое полностью тебе соответствует. Ну, короче, она сделала, и через 15 минут позвонила, и огромное вам спасибо. Да, я просто забыл этот момент. Я просто, говорит, накрутилась, потому что у нас родственник умер, там, коронавирус, говорит. И вот у меня достало меня это. Так вот, друзья, когда вас что-то достанет, коронавирус там или что, вы в первую очередь сделаете разгрузку, освободитесь от накручивания. Потому что накручивание, это и психосоматика, друзья, и много чего, даже температура поднимается, когда человек себя накручивает. Это много чего. А вы просто возьмёте, сделайте сначала короткие упражнения, синхрогимнастики, недостаточно дозы, недостаточно, сделайте разгрузку. Ну, хотя бы раз в месяц сделайте разгрузку, чтобы освобождаться от всех тревог, впечатлений, беспокоизнений, от всех страхов вас, всех напряжений, которые накопились. Но это же и есть, как бы съездить в санаторий. А это санаторий для мозга и для восстановления. Это и есть реабилитация и психопрофилактика с повышением устойчивости к стрессам и повышение иммунитета ко всем вирусам. Привет, друзья!